Латные доспехи не были исключительно рыцарским снаряжением. Доспехи мог приобрести любое, кого были на это средство. Доспехи были трудоемкие в изготовлении, требовали много металла и стоили дорого. Но их изготовление было быстрее, чем кольчужное. Центры производства доспехов были в Италии, Германии и Австрии. Оттуда купцы везли стандартные латные комплекты и их части в другие страны и продавали клиентам в Англии, Франции, Испании и так далее. Подгоняя по размеру и собирая доспехи по деталям. Богачи заказывали знаменитым итальянским и германским оружейникам эксклюзивные доспехи. Два центра породили два пути развития белого доспеха. Итальянский миланский доспех и германский Кастенбурст, преобразовавшийся во второй половине 15 века в эготический доспех. Главное отличие латных доспехов немецкой работы в том, что в отличие от итальянских немцы закаливали металл хуже и потому приходилось делать множественные ребра жесткости просто для того, чтобы при ударе доспех не пробило и не помяло.